Беларусь 4 Долгожданное лето в самом разгаре. Как с помощью цветов можно наладить отношения и какой ягодный десерт делает нас позитивнее. Вы знаете, мы ждем ваших позитивных рецептов по телефону 34 22 43, поэтому звоните в студию, оставляйте свои сообщения в Вайбере, рассказывайте, какие секреты хорошего настроения знаете вы. Самый интересный вариант ответа мы определим в конце программы и победителю достанется пригласительный билет на выставку известного архитектора Станислава Шабуневского. Кстати, выставка проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Ну, а начинаем мы этот добрый вечер, конечно же, хорошей музыкой. Сегодня у меня в гостях музыканты, вы знаете, которые называют свое творчество не иначе, как позитивный поп-рок и поют его исключительно на родном белорусском языке. Итак, встречайте, сегодня на Беларуси 4 самое модное, не побоюсь этого слова, группа «Кава». Два кубки кавы 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 Дорогие друзья, если вы думали, что кава по-белорусскому и кава холодный, который вот рецепт только что предложила, группа кава, это очень просто, вы ошибаетесь. Это то же самое, как китайский чай, тут целая церемония. А все для того, чтобы кофе остудить, насладиться настоящим летним напитком. Спасибо большое, эти аплодисменты для вас. Дорогие друзья, вы знаете, что кофе на самом деле, это один из самых популярных напитков в мире. И чашечка кофе по утрам, она помогает взбодриться, его аромат, вкус, конечно же, поднимает нам настроение. Но знаете ли вы, какая страна считается родиной кофе? Это вопрос нашего конкурса. Звоните в студию 342243. И вот это чашечка. Замечательная, чудесная чашечка для кофе, которую сегодня принесли в нашу студию. Ребята из группы кава, она достанется тому, кто правильно ответит на этот вопрос. Еще раз напоминаю, 342243, какая страна считается родиной кофе? Также звоните в нашу студию, рассказывайте свои секреты хорошего настроения. Мы ждем ваших позитивных рецептов. Но нам также интересно, кто чаще всего вам портит настроение, как вы с этим боретесь. У нас есть, кстати, уже сообщение от зрителей. Я думаю, всем очень интересно будет услышать. Например, вот Владимир считает, что баня улучшает не только настроение, но и здоровье. Мне кажется, аплодисменты, да. Владимир, мы с вами согласны, несмотря на жару. Да, баня действительно то, что надо. Алина говорит, что ее настроение, так же, как и у Стаса, зависит от погоды, поэтому летом ей всегда радостно. Ксения. Ксения считает, что от легкой хандры и от депрессии существует очень надежное средство. Это физкультура. Погоняйте себя до седьмого пота, предлагает Ксения. И вместе с ним, с этим потом, я так понимаю, уйдет неприятный осадок из мыслей и чувств. Ксения, аплодисменты для вас. Елена, она берет от жизни все летом. Солнце, пляж, клубнику. Она считает, что это самые лучшие друзья хорошего настроения. Я бы еще добавилась на музыку. Ну, а Стас, наш телезритель, говорит, что летом много возможностей радоваться жизни. Главное, вставать пораньше. Хороший совет. Спасибо большое. А знаете, на самом деле, дорогие друзья, вот если вы хотите, чтобы жизнь удалась, вам подарите ей сначала свое хорошее настроение. Это не мои слова, так сказал нидерландский философ Бенедикт Спиноза почти 400 лет назад. Представляете, 400 лет назад, и насколько актуальны сегодня эти слова. Ну, а вот современные психологи считают, что каждая вторая женщина постоянно недовольна собой. Чем чаще всего раздражает, представляешь, Стас, мужчин. Да. И вот почему же женщины грешат подобным поведением? Вот об этом мы расскажем сразу после рекламы. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомеля». Сегодня мы настраиваемся на позитив. Нам очень интересны ваши рецепты хорошего настроения, поэтому ждем телефонных звонков 34-22-43. Телефон прямого эфира, также есть вайбер. Там можете написать любой свой рецепт, любое свое мнение. Расскажите нам, кто сегодня вам испортил или, наоборот, поднял настроение, или как вы обычно это делаете, вот как вы поступаете с своими друзьями, знакомыми. Нам действительно все очень любопытно. Ну и самое главное, участвуйте в наших конкурсах. Напоминаю, что вот прямо сейчас мы разыгрываем вот эту кофейную чашку от группы «Кава». Это такой замечательный подарок для телезрителя, который правильно ответит на вопрос, какая же страна считается родиной кофе. Мне подсказывают, что у нас есть телезритель, который готов дать нам свой вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, ну можно сразу услышать ваш вариант ответа. Какая страна считается родиной кофе, как вы думаете? Ну, я думаю, так помню, Африка, район Эфиопии. Африка, ну вы правильно угадали, эта чашка от группы «Кава», да, достается вам. Скажите, пожалуйста, а вы вообще любите кофе? Вы с нами? Да-да-да, я, конечно, очень люблю кофе и его пью с удовольствием. Отлично. Ну что ж, чашка вам пригодится. Ну, может быть, тогда еще поделитесь каким-то секретом хорошего настроения, что вам помогает всегда оставаться на позитиве? Ой, я родилась на позитиве. И вы знаете, я придерживаюсь того мнения, что человек рождается с плачем, умирается с тоном, а жить нужно с улыбкой. Отлично. То есть все время улыбаться, ваш совет, да? Да. Спасибо большое. Спасибо за этот телефонный звонок. Ну что ж, дорогие друзья, конкурсы продолжаются. У нас есть еще призы, поэтому немножечко терпения. Я хотела бы просто напомнить, что у нас также объявлен конкурс на самый интересный вариант, скажем так, рецепт хорошего настроения. И самый лучший вариант, такой самый интересный вариант, ребята из группы Кава определяют в конце программы. Победителю достанется пригласительный билет на выставку, посвященную 150-летию со дня рождения удивительного человека. Это гомельский архитектор Станислав Шабуневский. Многие здания в нашем городе построены, созданы, скажем так. Это его творения. Кстати, выставка открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. И каждый из вас в эти летние дни может познакомиться с творчеством этого удивительного архитектора. Ну, а пока мы продолжаем искать, да, вот этот самый оптимальный рецепт хорошего настроения. Напоминаю, помогает нам сегодня в этом музыканты группы Кава, психолог Леонора Потапова и флорист Наталья Гуценкова. И вот, кстати говоря, о цветах. Наталья, я вот знаю тебя как очень позитивного человека. Мне кажется, ты вообще никогда не грустишь и не плачешь. В чем твой секрет? Скажи. Ну, наверное, это все-таки связано с тем, что я работаю с цветами. Цветы – это и ароматерапия, это и цветотерапия. Это и человекотерапия, да? Да, это и общение прежде всего. Ну, скажем так, в большей степени люди покупают все-таки на какие-то хорошие поводы букеты, и поэтому обмениваются хорошей энергией и со мной. С хорошими мыслями. Скажи, вот, кстати, о поводах и о цветах. Какие вообще цветы сегодня в моде, и что используют сегодня флористы в своих композициях? Все так же вошли в моду когда-то давно пионы, садовые всякие цветы, ромашки, васильки. И они до сих пор, скажем так, в тренде. Вот, ну, согласно сезону, сейчас у нас прошла пионная лихорадка, и опять же, ну, как бы, встал... Ты так посматриваешь на цветы, мне кажется, надо подойти туда. Давайте поддержим, Наталья. Да, пионная лихорадка прошла, теперь у нас наступила васильково-ромашечная лихорадка, поэтому я принесла в студию вот такие вот коктейли цветочки. Скажи, что это, мы все заинтригованы. Ну, вот, ну, если для начала так сказать, это просто обыкновенные стаканчики, ну, вообще, просто это любой, может быть, ну, как бы, любой предмет интерьера, это интерьерная композиция, можно сделать такое дома, из совсем вот небольшого количества цветов. Это живые цветы, стеклянный стакан, и трубочка для коктейля. Да, трубочка для коктейля, наполнитель, может, любой, может, у кого-то шарики есть, и стеллофанчик я использовала, чтобы самый простой вариант. Чуть-чуть кусочек оазиса. Оазис – это то, за счет чего цветы там, в принципе, живут, да, поливаются и так далее. Вот. Замечательно, то есть два бокала – это коктейль. Да, а это фрукты, это цветочный десерт у нас. Ой, ну, вообще замечательно, это можно сделать каждый из самых любых цветов. Да, и можно поставить на кухню где угодно, вот. А еще я бы хотела сделать букет цветов смешанного плана. Так. Здесь будут у меня и садовые цветы. Ну, вот расскажи, какой ты букет и с каким сочетанием ты сегодня нам продемонстрируешь? Что это будут за цветы? Я вижу, это розы садовые. У меня будут садовые розы, у меня будет садовый тысячелестник, у меня будет турецкая гвоздика. Садовая? Садовая, да. Пиончики, немножко отголоски. Вероника. Немножко васильков. Гортензия. Вот это я что-то вот, ну, так сорвала, чтобы... Что-то? Да. По пути. По пути. К сожалению, я не знаю этого названия. Наталья, я вот хочу тебя успокоить. Мне кажется, многие наши телезрители, которые собирают цветы в полях, лугах и садах, они не знают название цветов, но вот так интуитивно, наверное, их подбирают. Ну, я приготовила в данном случае предварительный каркас, но людям можно просто достаточно зачистить ноги. Что значит зачистить ноги? Подожди, поподробнее. А то вы стоите уже испугались. Обработать все ножки от листвы. Она портит воду, она нам совершенно не нужна, это даже и в обычных букетах. Знаешь, Наташ, вот тебе как флористу, тебе как флористу кажется, что это какой-то такой незначительный элемент. А нам, женщинам, которые очень часто получают цветы, на самом деле вот это подрезание ножек, да, это и согласить. Я вот, например, часто не знаю, на каком уровне подрезать, нужно ли там аспирин бросать в воду, как сохранить? Обычно пару сантиметров и считается подстройкой воды, но я в обычной жизни делаю просто наискось пару сантиметров. Холодная водичка, в вазочку желательно добавить с какого-нибудь дезинфицирующего, моющего средства. Для мытья посуды, либо просто какое-то средство, которое мы чистим там ванной. То есть не аспирин? Не аспирин. Просто аспирин выполняет функцию, он убивает бактерии. То же самое может сделать любое наше моющее средство, которым женщины пользуются на кухне. То есть буквально капелька. То есть если я правильно тебя поняла, прежде чем приступать к созданию букета, надо всегда цветы обработать. Обработать ноги и напоить, иначе они стоять не будут. Потому что в данном случае, если вы понесете их с поля, их лучше даже в баночки в какой-нибудь нести с водичкой, чтобы они не пересекали. То есть прежде чем приступить к созданию букета, я хочу просто заметить, что лично меня радует сегодня и поднимает мне настроение вот такое количество полевых цветов. Таис, как тебе? Мне очень нравится. А я вот хотела спросить, у меня свекровь постоянно, когда я приношу цветы домой, ну не скажу, что это прям часто бывает, но бывает. Так, ну да. Так вот, она все время мне говорит уже, чтобы я обрезала ножку, но она мне еще советует немножко сострогать снизу, да, сам сибирь сибирь. Существует разное мнение. Я всегда зачищала, но в одном месте я прочитала, что вроде бы как это сильно травмирует ножку. Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно зачистить, потому что, ну, тогда цветок пьет всем стволом тогда. Вот. Ну, мое мнение как бы из практики. Ну что ж, скажи, пожалуйста, Наташа, какой букет сегодня ты будешь делать? То есть ты используешь все цветы, которые принесла студия? Да, я все использую. Я хочу, чтобы он такой был многогранный, красочный, чтобы сразу все было в нем. Ну, то есть если отдельно там можно подарить какие-то... Ну, такие простые букеты, на первый взгляд простые букеты, их можно для любого случая подарить. Ну, конечно, не юбилей, лучше дарить их близким людям. Вот. Близким людям, то есть которые поймут, не будут оценивать букет с точки зрения... Дорого или дешево. А, это хорошее, кстати, замечание. Да. Да, да. Просто здесь такой момент, что если человек незнаком, и вы идете просто к какому-то незнакомому, то лучше, мы назовем это классикой, лучше розы. То есть если вы уже знаете, что человек какой-то творческой профессии, ну или в основном, конечно, если без повода, если без повода, то очень хорошо и ромашки, и васильки. А вот, Наташа, не знаю, мне кажется, я бы даже не согласилась здесь вот, я бы, наверное, у Таиси спросила. Таиси, вот если бы у тебя был такой вариант букет роз или букет ромашек, только честно и откровенно, ты бы что выбрала? Ну, конечно, ромашки, я вам даже скажу почему. Почему? Потому что когда у меня было несколько лет назад день рождения, и мне мои ученики по вокалу, у меня взрослые ученики, приносили букеты. И я, собственно, принесла домой несколько букетов. Ну, я понимаю, дети приносили бы тебе ромашки, а тут взрослые ученики. Не, ну да, взрослые парни и девушки, вот, и я пришла с этими букетами, собственно, домой, и муж так посмотрел на один букет, там, где полевые цветочки, такой, ну, это понятно, ученики, так, ну, это тоже, так, а вот такие розы, да, это только любовники. Кто тебе это понравился? Я поняла, я поняла логику, ну, в принципе, да, хороший совет для женщин. Цветы ни к чему не обязывают. Ни к чему? Ни к чему не обязывают, это просто положительные эмоции. Это, Наталья, ты сейчас кому говоришь? Это ты сейчас мужчинам, да, обращаешься? Да, я обращаюсь. Стас, вот скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз дарил девушке цветы? Ой, вы знаете, наверное, это было... Восьмое марта? Я тебе помогу, нет? Нет, это было восьмое марта, это было день рождения моей мамы, которая исполнила 60 лет, вот, на юбилей, я, наверное, вот... То есть, скажи, пожалуйста, вот тебе, Стас, для того, чтобы подарить женщине цветы, нужен повод или достаточно хорошее настроение? Я считаю, что повода никакого не нужно, можно не ждать никаких праздников, а просто чуть ли не каждый день это делать, если к этому есть посыл. И это хочется сделать. Боюсь, что Стас может подняться после следующего вопроса и уйти из этой студии, поэтому не буду смотреть на него, задам его, глядя в глаза зрителям. Таисия, скажи, пожалуйста, вопрос такой у меня. Стас, часто тебе дарят цветы? Аплодисменты! Ну что, вы знаете, у нас сегодня в гостях психолог Элеонора Потапова. Элеонора настолько заслушалась и засмотрелась, да, надо ее немножечко расшевелить. Скажи, пожалуйста, Элеонора, какую роль в нашей жизни на самом деле играют цветы и в отношениях вот тоже вот какую? На самом деле существует язык цветов. Цветами мы выражаем свою любовь, свою нежность, свою благодарность, свое уважение, просим прощения цветами. Свою страсть тоже мужчины все-таки показывают цветами. Очень сложно представить вообще какой-то праздник без цветов. Цветы сопровождают нас всю нашу жизнь, от начала до ее конца. В любом помещении с цветами все становится ярче, красочнее, поднимается, появляется особая атмосфера. То есть это и запах, и вид, и... А как ты считаешь, вообще возможно ли с помощью букета, например, ромашек, да, или васильков, полевых цветов наладить отношения? Или вот все это все-таки сказки, когда говорят, что букет красных розов, он способен женщину заставить забыть все обиды? На самом деле, я думаю, что букет любых цветов способен к приятной беседе, к поднятию настроения, к эмоциональной какой-то близости. Потому что все-таки это жест внимания, жест доброты. Это хороший жест. Я думаю, что если Стас когда-нибудь будет опаздывать на репетицию, да, он, в принципе, может воспользоваться, да, советом Элеоноры. Сразу нужно забежать в цветочный магазин по пути. Да, или поляны, клумбы. Я думаю, что если бы каждый участник группы КАВА приносил цветы за свое опоздание, то для меня была оранжерейка. Купалась бы в них, да. Но я думаю, что, в принципе, они могут этому совету последовать. А мне интересно, Элеонора, какие сама вот цветы любишь, выбираешь? Сезонные ли это цветы должны быть? Я люблю сезонные цветы. Ну, самые любимые это ромашки, конечно же, и незабудки. Это маленькие голубые цветы, очень яркие, очень сочные. Они очень нежные, мне кажется, да, подходят. Еще я люблю первовесенние цветы, они олицетворяют, наверное, какую-то нежность, пробуждение после зимы. Кажется, как будто вот прямо все цветет, жизнь начинается. Все, кажется, замечательно и прекрасно. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем конкурс. У нас есть еще один пригласительный билет на выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Гомельского, архитектора Станислава Шабуневского. Эта выставка, напоминаю, открылась во дворце Румянцевых-Паскевичей. И для того, чтобы получить этот пригласительный билет, напоминаю, на две персоны, достаточно позвонить по телефону 3422-43 и ответить на вопрос. Итак, внимание. Что в хлебе родится, а есть не годится? Вот о каких цветах идет речь в этой загадке-пословице? Наталья, наша флорист, заулыбалась. Она наверняка знает ответ. Еще раз напомню для наших зрителей, что в хлебе родится, а есть не годится. На самом деле, это ответ очень простой. Это цветы. Вот о каких цветах идет речь в этой загадке-пословице 3422-43? Я смотрю, Наталья хочет что-то добавить к этому конкурсу. Да. Так. Мы разыграем вот такой вот цветочный десерт. А, то есть вместе с пригласительным билетом наш телезритель получит еще вот этот замечательный цветочный десерт, который будет много-много дней, скажем так, поднимать вам настроение. Ну что ж, отлично. Спасибо большое. 3422-43. Ну, а мы продолжаем разговор в прямом эфире. Элеонор, скажи, пожалуйста, что еще, кроме цветов, в принципе, формирует наше настроение? На самом деле, очень много факторов влияет на наше настроение. Смотря на что мы концентрируем свое внимание, что для нас важно. Конечно, важный фактор – это наше здоровье, наше самочувствие, как мы себя чувствуем. Если у нас где-то что-то болит, да, понятно, что уже как-то не очень хорошо. Наши взаимоотношения, как мы общаемся с близкими, как нас воспринимают, как мы воспринимаем других людей. И наше самоотношение на любую, в принципе, ситуацию, которая только может быть. Все это провоцирует наше хорошее или плохое настроение. Вот есть несколько сообщений в Айбере от наших зрителей о том секреты, скажем так, хорошего настроения. Вот Дарья, она говорит, что летом тоже окружает себя постоянно ромашками. А вот Алена сообщает нам, что яркое платье прогоняет все мрачные мысли. Алена! Я тоже только за яркое платье. Лиза задает вопрос, что связывает Таисию из группы Кава и Александра Рыбака из Норвегии. Ну, на самом деле, это хитренький вопрос, да. Действительно, многие знают, что в твоей творческой карьере была встреча с Александром Рыбаком. Напомню, для тех, кто не знает, это победитель Евровидения, по-моему, в 2015. Нет, он был победителем 2009 года. 2009. А вот вы уже, да, с ним познакомились и участвовали дальше. Вообще, расскажи, как это было и когда это было. Собственно, Александр Рыбак решил собрать девичью команду Белоруссии. Вот мы сейчас видим эти фотографии. Написал песню для Евровидения и захотел отправить нас, собственно, в плавание на этот замечательный конкурс, чтобы мы достойно представили нашу страну. Он для этого провел кастинг по городам Белоруссии. Выбрал пять девочек из разных областей. Ну и, собственно, я попала в их число. Ты была одна из нашей Гомельской области? Да, да. Ну, там еще в Могилеве в Горках девочка одна жила на тот момент. Это в Горке, это Могилевская область. Могилевская, это не Гомельская. В Гомеле, кстати, не проводился кастинг. Я поехала в Могилев. А, понятно. Собственно, поддержать даже больше свою ученицу, которая там жила на тот момент, и как-то за компанию тоже спеть. Ну, скажи, пожалуйста, вы выступили с Александром Рыбаком. Заняли, по-моему, четвертое место. Честно, я уже не вспомню. Ну, по зрительскому голосованию, по-моему, было второе место. А вкупе с голосованием жуди я сейчас даже и не вспомню. По мистерам такие моменты. Ну, в любом случае, вот именно так появилась группа «Милки». Да, такое название очень такое миленькое, очень миленькое. Ну, скажи, пожалуйста, ты вообще поддерживаешь отношения вот с девушками из проекта «Милки» и вообще с Александром Рыбаком? Ну, с Александром мы уже очень редко видимся. Он периодически приезжает, уже собирает нас, общается с нами. А с девочками регулярно мы видимся, и мы же выступаем сейчас еще периодически. Я, конечно, уже меньше с ними выступаю, потому что основной костяк сейчас в Минске живет, а я уже на подхвате, скажем так. Когда могу, я помогаю, выручаю. Спасибо большое. Мы продолжим сейчас разговор с Сеней, с группой «Кава», конечно же. Но мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Я хочу просто напомнить нашим зрителям, что у нас продолжается конкурс в прямом эфире, и мы сейчас разыгрываем пригласительный билет на выставку во дворец Румянцевых-Паскевичей. Для того, чтобы стать, получить этот пригласительный билет на двух человек, надо ответить на вопрос, что в хлебе родится, а есть не годится. О каких цветах идет речь в этой загадке-пословице. Итак, у нас есть какой-то вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. Я хочу ответить, что этот цветок – Василек. Итак, этот цветок – Василек. Вы знаете, вы правильно ответили на этот вопрос. И этот приз, и вот этот замечательный, скажем так, мини-букет, букет, цветочный десерт от Натальи Гуценковой, от нашего флориста, также достается вам. А, ну давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Ольга. А, Ольга, скажите, а это не вы нам звонили пару минут назад? Нет, не я. Это не вы. Ольга, у вас есть какой-то рецепт хорошего настроения? Можете поделиться с нашими зрителями? Мой рецепт хорошего настроения – это занятие физической культурой, фитнесом, спортом, любым, который только может быть. Ну, как часто вы занимаетесь спортом? Вот в день или в неделю? Ну, в неделю, раза три стараюсь ходить в спортивный зал. Вырабатываются гормоны радости, счастья, поэтому мне сразу становится как-то очень легче, если мне было тяжело и весело, если было спокойно, например. А часто ли вы посещаете выставки художников или антикварные какие-то, антиквариата выставки? Являетесь ли это для вас? В выставке, к сожалению, не часто, но вот буквально недавно ходила на выставку работ Сальвадора Дали, мне очень понравилось. Ну, мы очень рады, что теперь благодаря нашей программе вы имеете еще такую же возможность, так что напоминаю, этот пригласительный билет достается вам. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, вот напоминаю, что сегодня у нас в гостях группа Кава, удивительные музыканты, и хотелось бы, конечно же, затронуть немножечко вот эту историю создания группы, поправь меня, если я говорю что-то не так. Таисия, ты участвовала в разных проектах, вот мы уже обозначили, была группа Милки, до этого была, по-моему, группа Бифок, до этого, да? Теперь это Кава или что-то я пропустила? Ну, начнем с того, что Стас тоже был в Бифолке, и еще даже я скажу, что мы как бы пока еще там, вроде как. А, даже так? Я могу сказать, что в этом коллективе мы встретились с Таей, познакомились, и как бы из него как-то вот у нас дуэт и родился как-то, вот мы как-то начали вместе как-то, ну как-то нашли друг друга, вот нашу волну. Но вас разве двое человек сегодня? Нет. У нас вообще пятеро. Пятеро. Ну, у нас большой коллектив, пять участников группы, вот, ну, к сожалению, все не смогли, но мы депрессию, но сегодня мы вдвоем. Рассказать о них немножко, да? Конечно, да. Какая-то в двух словах. У нас замечательный музыкант играет на губной гармонике, зовут его Вадим Митько. Вот губную гармонику в следующий раз в нашей студии, обязательно, обязательно послушаем. Да, вы бы тоже хотели его сейчас здесь рядом, Вадим, нам тебя не хватает. Вот, Вадим участвует во многих проектах тоже, он играет блюз, играет его потрясающе, и, наверное, наш проект для него, это был как эксперимент попробовать себя в чем-то новом, в чем-то более, ну, как сказать, близком к популярной музыке, к поп-музыке. Вот. И пока у него получается все прекрасно и замечательно. Значит, у нас еще есть басист. Вот сейчас мы видим вашу фотографию, вот посмотрите, ребята, это весь состав? Нет, это не весь состав был. Да, это не весь состав был. Нет. Так. Значит, это старый наш состав, здесь еще присутствует Дмитрий Будянов, он играл у нас на клавишах, сейчас он тоже, можно сказать, с нами, потому что мы включаем запись, записи, которые мы сделали. Ну, плейбэк, так называемый. И под это играем. Вот. Ну, где же наш басист самый молодой? Нету его. Я так о нем расскажу. С этого трио, кстати, начиналось. Вот это вот моя любимая фотография, Стас, вот честно, вот даже поаплодирую тебе, вот честно. У нас, собственно, Вадима вы сейчас сидите. Это Вадим Ильичко, а? Да, на губной гармонии. Супер гармония. Ну, практически, вот видите, вся группа почти с нами сегодня, вот, благодаря вот такому-то, благодаря телевидению. Ну, на самом деле, вот вы сами заговорили, направление такое интересное, позитивный поп-рок, да? А сами как вы его понимаете, представляете, что хотите вообще этим сказать? Ну, я могу сказать, на самом деле, очень просто. Как-то мы, когда собрались, мы занимались фолк-музыкой, а потом мы просто подумали, что, как бы, что из нас, как бы, прет каждого, то есть, что из нас исходит. То есть, это рок и какой-то поп. И мы решили ничего не выдумывать, а играть именно то, что действительно мы чувствуем, что что от нас выходит. И вот, все само собой начало получаться, то есть, без никаких усилий. У вас очень интересный дуэт, по крайней мере, то, что мы сегодня наблюдаем. Очень нравится. Мне кажется, эти аплодисменты действительно очень заслужены. Но, дорогие друзья, вы знаете, что недавно песня группы Кава прозвучала в исполнении Национального академического оркестра под управлением самого Михаила Финберга. И вот прямо сейчас предлагаю посмотреть коротенький фрагмент этого выступления. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОЕ 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 Ну, дорогие друзья, это действительно очень, это бесподобно, это просто невероятно. И вы знаете, мне кажется, невероятно еще и выступать, наверное, вот на одной сцене с таким маэстро. Ну, просто молодцы. И что еще сказать? Таисия, единственное, вот колыбельное, да, такое вот интересное такое вот направление в позитивном, в вашем позитивном поп-роке. Ну, очень душевная песня. Ну, у нас помимо позитивного поп-рока есть еще много душевных песен. И для меня колыбельное, это такая песня, которую, когда ты поешь человеку, маленькому или большому человеку, он ее слушает уже в полуха, скажем так. И, в принципе, все то, что ты, может быть, не сказал бы в жизни этому человеку, ты можешь тихонечко передать через песню. Ну, и фактически в этой колыбельной, она для взрослого, когда-нибудь, может, я и своему ребенку ее спою, вот. А взрослому это у меня говорило все то, что, может быть, я где-то стеснялась или боялась сказать ему при жизни. Вот спасибо, вот откровенно. Очень откровенно, и это действительно заслуженно. Спасибо, Таисия, большое. На самом деле, дорогие друзья, знаете ли вы, что все песни, которые звучат сегодня в исполнении группы Кавы на Добром Вечне, в вечере написаны исключительно, так же, как и колыбельное, о котором только что слышали, написано исключительно Таисии Сериковой. Вы знаете, да, вот прямо сейчас мы услышим еще одну из этих песен, но у нас пока есть, по-моему, секрет хорошего настроения от наших зрителей, есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы ждем, не дождемся. Какой же секрет хорошего настроения вы хотите нам рассказать? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, хотела поделиться своим рецептиком хорошего настроения. Как зовут? Знаете, для меня это грядки. А, грядки. Я обожаю свой огород, особенно клумбы, эти цветочки, клемматики, розы. У, тем, у кого вообще проблемы с настроением, я бы, конечно, посоветовала почаще бывать на природе. Спасибо. Вы знаете, вы настолько это эмоционально рассказываете, что мы уже захотели взять тяпки и побежать. Вот честное слово. Спасибо вам большое. Но если вы еще с нами, давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня Ольга. Ольга. У нас третий звонок. И нам все время звонит Ольга. Ольга, спасибо большое. Продолжайте смотреть нашу программу. Я думаю, что вот скоро флорист покажет нам чудо-букет, и вам будет интересно это увидеть. Аплодисменты для вас. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, а сейчас группа «Кава» на «Беларусь-4». А я, ржи за солнце, я на скаку мне. И нам в ответ ветер в уши подавается. А просто мотыльки в животе моим застевали. Быть сам сон на уши, сами у себя сказали. Мотыльки свет крылами перевернули. Комусь тестрели, амура, а мне одразу кули. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нафантазирую сюжеты для житя. Пакуль на ткненье затремалась. Я доведу тебе до кропки забыть. А просто мотыльки уже в ботема им застевали Быть сам сонно больше сами мы все сказали Мотыльки свет крылами перевернули Комусь те стрелы амура, а мне одразу кули Бам-бам! Группа Као на Беларусь 4 Дорогие друзья, как видите, мы сегодня настраиваемся на позитив И вот очень хорошо удается в этом помогать нашим музыкантам и не только Напоминаю, телефон прямого эфира 34-22-43, звоните пожалуйста Сегодня мы разыгрываем еще один пригласительный билет на выставку Дворец Румянцевых и Паскевичей и ждем ваших рецептов Хорошего настроения, самый лучший рецепт определится в конце программы Вот с помощью наших ребят, с помощью Стаса и Таисии Поэтому у каждого из вас есть шанс победить Вот интересное сообщение в Вайбере по поводу хорошего настроения Оксана считает, что лето, вот видите, не так все радостно, как мы могли бы себе представить На самом деле Оксана считает, что лето проходит мимо нее Отпуск у нее будет только в сентябре и ей очень грустно Оксана, поверьте, мы грустим вместе с вами, честно Ну а вот Ирина, это просто сногсшибательное сообщение, я считаю Она очень хочет на пляж, ну я так вот процитирую Хочу на пляж, а купальника нет Ирина, вы знаете, нет слов, вот, но это, конечно же, не так обидно, как нет купальника Ну вот, Леонора, вот согласись Нет кручины без причины Вот для кого-то отсутствие купальника уже трагедия Не кажется ли тебе, что вот это все-таки вот этот наш вот женский такой вот подход А на самом деле у меня вопрос другой Кто чаще вот впадает в плохое настроение, мужчина или женщина, и почему? Есть какие-то вообще причины психологические для этого? Причины есть, но кто чаще, тут неизвестно И мужчины, и женщины впадают, в принципе, одинаково Просто женщины более эмоциональны, да, и они чаще огорчаются из-за таких мелочей Там потолстела, похудела, там нету купальника Ну я с ужасом представляю, как Стас не пошел на пляж, потому что, извините, у него нет плавок Мне кажется, для мужчин это вообще не будет Есть маленький такой, как женщина худеет, да, допустим, она там чуть-чуть похудела Там, дорогая, ты похудела, ох, круто, похудею еще Мужчина, как худее, дорогой, ты похудел И я похудел Да Достаточно Отлично Я красавчик А вот, кстати, мужчины, они почему-то, мне кажется, уверены Вот, Таис, согласна ты или нет Что женщинам намного проще поднять настроение какой-то там новой обновкой, например, да Ну букет цветов, мне кажется, даже не так реагирует, не так женщина у него Или там новая прическа А неужели женщине так мало надо, чтобы вот мир засиял для нее новыми красками? Просто новые туфельки и все? Действительно мало надо Новые туфельки, можно две пары новых туфель Я хочу у Таисии спросить, насколько шоппинг вообще вот в принципе вот для Таисии Не знаю, я, наверное, какая-то странная женщина Потому что меня радуют другие вещи Например, еда Ты нормальная женщина, Таисия Честно Скажешь, что она еду ест Ну вообще шоппинг это то, что помогает? Конечно, это помогает Шоппинг и для женщины, да, действительно Туфельки, еще пару туфелек, новая платьица Даже покупка маленького лака для ногтей тоже может поднять настроение Ох, ничего себе! Но на самом деле, самый главный, мне кажется, вопрос нашей сегодняшней программы Это все-таки, как избавиться от негативных мыслей? Как избавиться от плохого настроения? Вот как настроиться на позитив, когда вот все, казалось бы, валится из рук? Кому-то жара, это грусть, тоска У кого-то купальника нет и уже плохо И никто же ничего, главное, не хочет делать Понимаешь, просто хотят, чтобы поднялось настроение Вот интересно, Леонора, услышать совет все-таки специалиста На плохое настроение всегда будут причины То есть изначально надо немножко оградиться, отойти от ситуации Понять, в чем конкретно причина моего расстройства Что меня так раздражает или почему я так недоволен Плюс надо оградить себя от людей, которые пессимисты Которые принижают вашу самооценку, которые не верят в вас Вот Замечательный совет Надо прошерстить окружение Следующим этапом, конечно же, наполнить свою жизнь Подумать, что вас может радовать Вспомнить моменты, в которых вы счастливы В которых вы чувствуете жизнь Что вы живете, что вы цветете На самом деле радость состоит из очень мелких, маленьких вещей В мире очень много всего интересного, полезного Заниматься саморазвитием, конечно же Знать, что я молодец, я крут, я все смогу верить в себя И тогда все получится Нет, ну смотри, вот вроде бы все понятно Верь в себя, будь позитивным и все Но вот на самом деле, давай еще раз попробуем определить Три главных шага для тех, кто уже давно находится в таком состоянии Из которого сложно взять, вот так вот встать с дивана и выйти из него Вот первое, что надо делать Ты говоришь, надо для начала найти причину А как это сделать? Причину оградиться Как это сделать? Есть ситуация, да Мы сидим иногда, бывает такое, жалеем себя Мы сидим в этой ситуации Вот плохо все, я там то не могу, я то не могу Надо отойти У меня такая была ситуация несколько дней назад Я вышла из отпуска И как-то мне так Не знаю Ну я шучу, конечно Отпуск Надо как со стороны зрителя просто посмотреть на эту ситуацию Другой человек, надо даже внимание обратить То, что нас может вогнать, грубо говоря, в депрессию И просто выработать какой-то план, какую-то стратегию действия Именно выхода из этой ситуации То есть не сидеть в этой луже, да А отойти просто и смотреть, что можно с этой лужей сделать Может цветов туда насадить Вот Грязи чуть-чуть добавить Так, это первый шаг Это первый шаг Второй шаг Это наполнить свою жизнь То есть общаться с людьми, куда-то выходить Заниматься саморазвитием Придумать себе какое-то хобби Наполнить, чтобы не было вот этого утопания в этих мыслях То есть на что-то, чтобы можно было всегда переключиться То есть клин-клином вышивая Клин-клином вышивая Вышивая, да И на чем можно сконцентрировать свое внимание То есть когда мы на чем-то концентрируемся Мы не можем думать о другом Отлично Спасибо большое Дорогие друзья Вы знаете, как кто-то из великих сказал Вот хорошее настроение Это лучший галстук Так что, дорогие друзья Вот если лезут вам в голову плохие мысли Есть еще один совет Смотрите программу Добрый вечер, Гомель И, конечно же, наряжайтесь В это хорошее настроение Сразу после рекламы Кстати, мы узнаем Какой же букет способен перевернуть нашу жизнь И самое главное Какой ягодный десерт Делает нас позитивнее Сразу после рекламы Оставайтесь с нами Дорогие друзья Мы продолжаем прямой эфир Это программа Добрый вечер, Гомель Сегодня мы раскрываем секреты Хорошего настроения в прямом эфире И помогают нам в этом музыканты Это очень модная группа Кава Психолог Элеонора Потапова И флорист Наталья Гуценкова Аплодисменты для наших гостей Кстати, Наталья утверждает Что букет летних цветов Творит чудеса с нашим настроением Но не все так просто И чтобы сделать Вот такой букет Надо знать несколько секретов Так, Наталья, покажи, что у тебя получилось И расскажи, в чем особенность Именно этого букета Ничего себе Это действительно полевые цветы Которые мы здесь видели в начале программы Самые простые вы видели в начале Самые простые цветы Собраны просто по спирали Так По спирали Ну да, да А что ты секреты шепотом говоришь? Ты их погромче сообщи нам Ну это безобычной тренировки Несколько этих быстро не получится Я понимаю, что у нас все граждане Сразу талантливые И мы быстро все умеем Ну это Ну Немножко надо потренироваться Чтобы это получалось Вот Ну это со временем Это не особенно в принципе важно Здесь просто вот То, что вот он может Правильно подрезать И он постоит Наталья, ну если я правильно поняла Первый секрет Это замочить цветы В каком-то дезинфицирующем растворе А вы не полностью А просто поставить, чтобы они напились Да, ножки Чтобы они напились около часа Второе Это собрать их по спирали Да, собрать по спирали И третий Есть еще какой-то секрет? Ну здесь я просто собирала так Чтобы это выглядело Как будто бы вот просто вот Просто вот нарвали Просто в охапочку собрали Ну выглядит То, что шебешик вот говорили То, что вот такое вот Немножко рваненькое Такое вот То, что у нас растрепушами называют Но при этом Рыхлый и такой Для каких случаев? Ну этот букет я думаю Что может подарить парень девушке Муж жене может подарить Я в данном случае Хотела бы подарить Таисии О! Вот Спасибо Я, ну, неудобно пройти Я для нее оставлю его здесь Она заберет в конце Передачи Таисия, как подарок Здорово? Обалденный, мне очень нравится Нравится Я смотрю, я думаю Супруг, он, конечно Задаст вопрос про розочки Но Так у него есть доказательства Конечно Так что ничего не знаю Спасибо, Наталья Эти аплодисменты Спасибо, Наталья Гуценкова Флорис сегодня в прямом эфире Собирала букет Из полевых садовых цветов В принципе, такое Может позволить себе Сделать каждый из нас Дорогие друзья Ну что ж Считается, что для счастья Необходимо изо дня в день Испытывать не менее Семи положительных эмоций Например Собрать букет цветов Съесть мороженое Поговорить с приятным человеком Совершить интересную прогулку Послушать хорошую музыку Ну или приготовить Что-нибудь вкусненькое Так что далее Мы расскажем и покажем Какой же десерт Делает нас позитивнее Да, ребята уже готовы Подойти пока они идут Потому что будет Действительно Это будет интереснейший рецепт От группы Кава Я бы хотела задать вопрос Леоноре Леонора Вообще считается, что шоколад Он способен поднять настроение Вот тебе лично это помогает? Мне шоколад помогает Но я не очень его люблю Если честно Но иногда очень-очень выхочется Поэтому периодически Я его ем Поднимаю себе настроение Ну вот Таисия Стас Прежде чем вы приступите К делу важному Все-таки Когда настроение на нуле Что поднимает вам настроение? Какой ягодный десерт Или какой-то сладкий? Ой, вы знаете Мне поднимает настроение Почему-то кофе Группа Кава Да, неспроста группа Кава Хорошо, что сегодня порекомендуешь Нашим зрителям? Сегодня мы приготовим Вкуснейший десерт Летний десерт Который от группы Кава Который будет называться Бам-бам Бам-бам Так, как называлась песня Которую мы только что слышали Для этого нам понадобится Вкуснейшая клубника Конечно, белорусская Вкуснейшая Вкуснейший киви Не белорусский Можно и белорусский И, конечно же, банан Банан Да, и, конечно же, йогурт Четыре ингредиента Что для этого нужно нам сделать? Это все измельчить Добавить в эту формочку И добавить сверху йогурт Я пока буду клубнику очистить Да, Таисия займется клубникой А я займусь бананом Итак, ты будешь как-то так творчески Нарезать банан Конечно Киви мы уже как бы подготовили И на самом деле На самом деле Такое сезонное блюдо Но Вот на самом деле Дорогие друзья Я бы хотела обратить ваше внимание Это даже Экспериментом не назвать Это какой-то уникальный случай Вот прямо сейчас В прямом эфире Гитарист Известный гитарист Асходьков Готовит ягодный десерт Обратите внимание Я думаю, что это да Это такое впервые И станет хорошей, доброй традицией Итак Что нам надо для этого рецепта Я хочу еще раз попросить режиссеру показать Это клубника Штучек 10 Можно использовать Банан Можно взять Одну штуку Киви Йогурт Я так понимаю Ложки 3 столовые И у нас получается Замечательный ягодный салат Ребят Приятного аппетита Клубника уже ушла Не знаю, доживет ли она до салата А все потому, что Этот ягодный салат Готовит группа Кава Сегодня на Беларусь 4 У нас идет ход банан Да, Стас? И если Ребят, если вы не против Я пока зачитаю пару интересных рецептов От наших зрителей Рецепты хорошего настроения Виктория сообщает Что ей помогает Очень хорошо Внимание Вам тоже понравится Этот вариант ответа Виктория сообщает Что ей очень хорошо помогает Справить с плохим настроением Рыбалка Стресс снимает как рукой Рыбачит всей семьей Виктория, аплодисменты для вас Такой рецепт действительно интересный Анна делает зарядку На берегу реки Руслан Бедный Руслан Он говорит Какое лето Какое настроение Экзамены на носу Руслан Наш программ Желает вам Хорошо сдать все экзамены Аплодисменты для вас Серьезно Но Катерина сообщает Что когда ей грустно Она всегда танцует А Виктория Она читает Читает в гамаке И советует всем нам читать И наслаждаться Вот этими летними деньками Кстати, ребят Вот пока вы заправляете Этот чудо-десерт Я так понимаю Пошел йогурт Да? Его выход Да А клубники Больше нет? А мы потом Оставим Так сидим Можно? Оставили Молодцы Пока вот вы Заканчиваете это блюдо И будем сейчас пробовать Конечно же Вам понравился Какой рецепт Больше всего Который прозвучал Сегодня от наших зрителей В нашей программе Вспомните У нас было три Ольги И они Предлагали Ну вы знаете Мне понравилось Почему-то Я не знаю Может Айт Тоже согласится Рецепт про грядки Я не знаю Почему-то мы в нем Как-то Даже зрители В студии вас поддерживают Ну что ж Автор рецепта Я туда всех могу Воскресенье пригласить Поднимать настроение Можно прополоть Кстати Хороший совет Ну что ж Автор этого Замечательного Рецепта Хорошего настроения Про грядки Пожалуйста Позвоните К нам Оставьте свои координаты И забирайте Вот ваш приз Это Пригласительный билет На выставку Посвященную 150-летию С днём рождения Гумерского Архитектора Станислава Шабуневского Выставка Напоминаю Открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей Каждый из вас Дорогие друзья В эти дни Летние дни Может действительно Поднять себе настроение И насладиться Вот этим творчеством Познакомиться С творчеством Этого удивительного Архитектора Ну что ж Я уже понимаю Что десерт у нас готов Да Да Таис Мне кажется Здесь не хватает Женской руки Надо украсить Может быть Круничкой А я думала Попробовать Ну ладно Так Ещё раз напоминаем Стас Напомни ещё раз Какие ингредиенты Здесь мы используем Четыре ингредиента Это Вкуснейшая клубника Вкуснейшие бананы Вкуснейшие киви И вкуснейший йогурт То есть всё вкуснейшее Ключевое слово Вкуснейшее Конечно Так И всё это заливаем йогуртом И получается вот такой вот Ягодный десерт Мне кажется Это хороший ужин Да Таис Как ты считаешь Это маловато будет Это же мясо Так как Таисия Прямо сейчас Дорогие друзья Будет своим удивительным голосом Заканчивать нашу программу Я предлагаю Стасу Попробовать это блюдо Если что-то не так То в принципе На гитаре можно играть И не так И не так Всего хватает Сам себе приготовил Сам попробовал Наталья Ты тоже можешь присоединяться Попробовать Ну что ж Дорогие друзья Хотелось бы сказать Спасибо всем Кто участвовал в конкурсах Кто делился своими Рецептами Счастливого лета Как видите Рецептов хорошего настроения Предостаточно И один из этих рецептов Конечно же Это хорошее общение Дорогие друзья Посмотрите И музыка Поэтому группа Кава На Беларусь 4 Только для позитивного лета Давайте еще раз поддержим ребят Спасибо Спасибо Ма быть что-нибудь Скажи я на голову хворая Я не буду слухать их Моё жится Моя история Буду танцовать под победом Только тому, что ношу не спится Все равно буквы такие разумные А я дурница И потанцуем разом Не тормози, дай газу И потанцуем разом Все смеется, все сменится разу Зала закружила, шуешь музыку, все гучно Я не могу спинится, шаму стоишь, давай худшей Будем танцевать, як дурные, якопают круп ленотвар на войне Все разумные люди под кудрами, а мне не спится И потанцуем разом Не тормози, дай газу И потанцуем разом Все смеется, все смеется разу Круг, круг, поворот Воплески разом на отворот Круг, круг, поворот Я белая ворона, ты черный кот Круг, круг, поворот Воплески разом на отворот Круг, круг, поворот И потанцуем разом Не тормози, дай газу И потанцуем разом Все смеется, все смеется разу Все смеется, все смеется разу Все смеется, все смеется разу Дорогие друзья, обратите внимание, вот что ягодный десерт с музыкантами делает Это была группа Кава сегодня на Беларусь 4 Мы настраивались на позитив И очень надеемся, что советы нашей программы помогут вам сохранить хорошее настроение Это была программа Добрый вечер Гомельс, Наталья Булынец До новых встреч в прямом эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому